Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембету. Сегодня поговорим о паттерне голова и плечи. Вначале предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. В первой части расскажу о ключевых признаках паттерна. Во второй половине будет тест, при помощи которого сможете оценить свое понимание материала. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. В конце занятия подведем итоги теста. Те, кто захочет лучше проработать тему занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Будем рассматривать паттерн на росте. Для тренда вниз принципы зеркальные. Первый признак слабость на подходе к уровню. Здесь главное слово слабость. Сейчас я не буду подробно останавливаться на определении слабости. Тем, кому это интересно, могут посмотреть мой вебинар «Слабость на подходе к уровню». Ссылка на него сейчас появится в правом верхнем углу. Второй признак формирования паттерна возникает, когда цена пробивает максимум. На схеме этот максимум помечен единицей, а затем возвращается к минимуму 2. Третий признак сформированный максимум 5 ниже локального максимума 3. Для лучшего понимания посмотрим пример. Если паттерн отвечает всем трем критериям, то ждем ослабления тренда, что проявится как временный разворот или боковик. На подходе к красному уровню сопротивления цена проявляет слабость. Максимум 5 не идет выше максимума 3. А пробой зоны 2.4 приводит к импульсному снижению, которое останавливается только на зеленом уровне поддержки. Принципы несложны, и сейчас перейдем к практической части занятия. Для прохождения теста понадобится только лист бумаги-ручка. На выполнении каждого упражнения у вас будет примерно 7 секунд. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте. Учимся зарабатывать на бирже. Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые две недели в четверг на площадке Admiral Markets. Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Приготовили бумагу и ручку? Отлично, тогда приступим. Посмотрите на график и скажите, отвечает ли отмеченный паттерн всем трем критериям? И если да, то какое движение ожидаем дальше? Один рост, два боковик или три снижения? Задание понятно? Хорошо, тогда начали. Если вы отметили все три критерия на этом паттерне, то могли легко понять, что движение перешло бы в боковик, либо локальный разворот. Второй пример. Задача та же – определить вероятное поведение цены. Готовы подумать? Отлично, время пошло. Обратите внимание, в данном случае локальный тренд перешел к уровню и сформировал паттерн. Смена тенденции была очень вероятна. Третий пример. Готовы? Время пошло. На подходе к уровню цена проявила слабость, а при формировании паттерна максимум 4 пошел выше максимума 2. Все это подсказывало смену локального тренда. Четвертый пример. Приготовились, начали. Удалось увидеть усиление тенденции? Хорошо, потому что в такой ситуации при усилении тренда цена, скорее всего, продолжит движение. Пятый пример. Приготовились, начали. Интересно, кто из вас ждал при таком движении разворота? Напишите об этом в комментариях. Шестой пример. Приготовились, начали. Те из вас, кто ждал снижения или боковика, может поставить себе плюс 1 балл. Седьмой пример. Готовы? Начали. Думаю, многие из тех, кто выполняет это упражнение, обнаружили, что не попадают в направление. Друзья, попробуйте оценивать паттерн строго по критериям, и вы удивитесь, как исправятся ваши результаты. О своих наблюдениях напишите в комментариях под видео. Пример 9. Приготовились, начали. Тенденция сильная, и даже формирование чего-то похожего на тройную вершину тренд не остановило. Мы почти добрались до конца, осталось совсем немного. Десятый пример. Приготовились, начали. Если не определили силу при формировании фигуры, то сложно было ожидать продолжения тренда. Все, кто ждал продолжения тренда, поставьте себе плюс 1. Друзья, мы на финише. Последний пример. Готовы? Начали. В данном примере движение было само по себе слабое, так как это тенденция от одного уровня диапазона к другому. Но еще у нижней границы цена показала слабость, так что смена локального тренда предсказуема. Сейчас самое время просуммировать набранные баллы, и мы переходим к подведению итогов теста. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если набрали от 3 до 6, неплохо, но можно все еще внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 8, хорошо, но и это можно значительно улучшить. Если вы набрали 9 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, скачав презентацию из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов вы набрали в тесте с первого раза, подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!